Так, всем большой привет, мои дорогие любимые! Сегодня надо вас видеть дюйры в кубик на следующую недельку. Мы начинаем, для каждого дня это сделано, мы начинаем со, давайте, водолеи. Водолеечки. Ой, мать, микрофон забыла. Всё, кино не будет, ребята, кино не будет, всё. Понятно. Так, водолеи. Просили полностью раскладывать. Любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре, в поиске, ссори. Так, водолеи. Те, кто в поиске, что-то вы опять куда-то в кого-то там вкладываетесь, что-то с кем-то пытаетесь построить. Здесь огромные сроки. То есть, если вы хотите войти в отношения с каким-то человеком, здесь нужно будет подождать. Причём от трёх недель, чтобы получились эти отношения, чтобы человек что-то понял, осознал вашу важность, захотел с вами строить отношения. То есть, ну, если вы готовы ждать, почему нет? Если вы не готовы, то я и не советую, собственно, да. А ну, того не стоит. Так, те, кто в паре. Ладно, оставим как есть. Так, те, кто в паре. Карты силы, шестёрки Пентакли. Здесь просто какие-то подарочки на этой неделе у вас намечаются. Вложения друг в друга. Всё должно пройти красиво, стабильно. И всё. Только в плюсик должны идти отношения на эту неделю. Те, кто в ссоре. Ну, тут водолейбис и близнецы ещё припрётся. А остальные знаки зодиака, только если это какой-то далёкий бывший, может напомнить о себе, что вот смотри, я поменялся, и здесь идут какие-то подарки, возможно, преследования. Только в этом случае. А так я вижу четвёрку мечей, как будто человек пошёл в новое. Вам того же советую. В плане денег-то с мечей, это может быть как ограничение финансовое. Да? Когда нужно отдать какую-то сумму, возможно, кредитное обязательство. На этой неделе у вас просто вам скажут привет, да, займы. Либо... Ну, просто какая-то ясность может наступить в финансовом, рабочем, учебном плане. Марсюшенька, я работаю. Нет, нельзя. Стой тут. Всё. Ты такой хороший, я так хочу тебя помучить. Нет. Нет. Держись на расстоянии вытянутой руки. Марсюша, блин, уйди. Я тебя так люблю. Уйди. Уйди. Плюшевый. Сейчас мне всё тут перевернёт, понимаете? Марсюнь, я тебя очень люблю. Сидеть! Нет. Нельзя. Потом я с тобой поиграю. Так. В общем, фоном у вас стройка жезлов. Ох, ну здесь вы будете надумывать, что, ой, сейчас вот в будущем, буквально, как раз-таки через три недели мне предстоит делать какие-то дела. Мне предстоит вот этим заниматься, ответственность брать, мне нужно с тем-то поговорить, получить такую-то сумму. То есть здесь ох, как много мне работы предстоит сделать. Вот будете на этой неделе думать о том, блин, эти бумаги надо будет съездить, надо будет и это сделать. Вот об этом будете думать. О каком-то будущем своём. Те, кто в поиске, здесь есть кекс на одну ночь, кому актуально, да, тут есть такие вариантики, очень классные. Классно провести время, просто переспать, либо куда-то вместе сходить, почему нет. Есть такие варианты. Кто-то может работать над раскрытием какого-то человека, да, как тип личности. Верховная жрица. Здесь могут быть у мальчиков какая-то девочка, такая непрочитанная книга. Те, кто в паре, влюблённые в Верховной жрице, поосторожнее. Здесь могут быть треугольники, вам могут изменять, или вы это делаете. Либо, ну, ваш партнёр, партнёрша влюбится в кого-то, либо вы сами влюбитесь ещё в кого-то. Вот, здесь идёт, что я хочу побывать на стране, может быть, вместе просто фильмы для взрослых будете смотреть. Те, кто в ссоре, вы что-то ещё не знаете, на самом деле. Вот, здесь, во-первых, человек перестал думать о вас, он занят какими-то делами, работой. Вот, буквально, его недавно от вас отпустило. И вы что-то ещё не знаете. Какую-то информацию. Может, что про вас что-то человек сливает. Может быть, про то, что не любили вас. Вот, что-то такое. Вы что-то вот не знаете, ребят. В плане денег рыцарь жезлов. Должны быть денежные поступления на этой неделе. По страшному суду, причём, что-то кармическое. Кто там сжёг ритуалы, делал, тоже должны быть деньги. Кто ничего не делал, никакие ритуалы. Всё равно здесь идёт прояснение ситуации. Опять же-таки, работа, учёба. Что-то проясняется. Причём очень быстро, моментально. Возможно, какое-то долгосрочное вложение. То есть, быстро сейчас давай вложим деньги. Вы остаётесь нулём. Но в будущем получите очень выгодные денежки на свою карту. Хорошую сумму. В общем, фоном девятка Пентакли. Вообще, карта благосостояния и гармонии с самими собой. С близкими людьми и на работе. То есть, всё, что я делаю, всё к лучшему я вкладываю в своё будущее. Какая-то прям у вас конкретная неделя. Вот прям реально конкретная. Я эту неделю назову конкретной. Близнецы. Пока ничего интересного нету. Ой, близнецы. Те, кто в ссоре, есть шанс примирения только с козерог девателя с женщиной. В плане денег мир. Здесь вообще всё должно быть хорошо с работой, с учёбой. Здесь как-то удачно складываются обстоятельства в вашу пользу. Я успешен или успешна. Всё вот так, как я хотела или хотела, как планировал. Те, кто в поиске, здесь просадок, никого нет. Вы как будто что-то намечтали. И именно намечтали. Но вы забываете о том, что люди не идеальны. И вы вот ищите этот идеал. И разочаровываетесь в людях, потому что они не идеальны. Ну, пересмотрите свои какие-то стереотипы. Общим фоном колесо фортуны и правосудие здесь идёт именно везение, которое вы заслужили. То есть вы попадёте либо в какую-то ужасную ситуацию, из которой вы идите, да, типа, вау, как мне повезло, опять же таки, да, что всё так закончилось. Либо, ну, просто здесь везение. Вообще колесо фортуны улыбается. Все дела должны у вас на этой неделе происходить прямо, так сказать, как по маслу. Так что пользуйтесь ситуацией на этой неделе. Всё должно очень удачно складываться в вашу пользу. Те, кто в паре, вы здесь наделили друг друга качествами, которыми не обладаете. Из-за этого могут быть конфликты на этой неделе. Причём такие молчаливые почему-то. Я думала или думала, а ты такой, да. Вот такие какие-то капризы. Козероги, любовь. Работа, общий фон, паре, поиски. Сори. Боже. В плане денег какие-то проблемы, сразу говорю. Просто идёт, что, блин, не стоило доверять, блин, не стоило отдавать деньги, блин, не стоило туда ехать, не стоило это покупать. Вот какой-то такой будет у вас момент в плане работы и учёбы. Что вот, блин, не стоило этого делать. Нафига я это сделала или сделала. Я вижу, что наладится всё, в принципе, прям в понедельник уже на следующей неделе. Но на этой неделе вы, конечно, в плане работы и учёбы вы прям поднапряжётесь, что-то вам будет неприятно, какие-то будут обстоятельства происходить. Те, кто в поиске, здесь очень большое количество знакомств, причём по иерофанту, то есть как будто ты заслужил или заслужила отношения, мы тебе на этой неделе дадим большое количество людей, но сделаешь ли ты правильный выбор. Типа, посмотрим, у тебя опыт есть, и будешь ли ты пользоваться своим опытом, да, собственно. Те, кто в паре, всё шикарно. Десятка кубков иерофан говорит о гармонизации в семье, взаимоотношениях, любой до гроба дураки оба, свидания, встречи, любим друг друга до усрачки, вообще-то любовь всей моей жизни, блядь, ну тут, короче, ванильно. Те, кто в ссоре, здесь, к сожалению, как будто уже всё, кончина. Вам нужно уже перестать пиздестрадать и отпустить ситуацию, и всё. Тут это, иерофант, вот если кто-то здесь набожный из козерогов, здесь вот бог дал, бог взял, вот какая-то такая может тема проходить. Так, и всё-таки деньги я сейчас нам раскрою, посмотрю. Что ты мне пишешь? Мне пишет какой-то рельеф навязывается, и сама козерог меня раздражает. Не навязывайся мне, господи, ты меня раздражаешь, алло. Общим фоном маг. И в итоге вы всё равно здесь какой-то овен, лев, стрелец, девчонкой, что-то мутите в плане денег, либо каких-то договорённостей, что-то решаете, приходите к чему-то, с какой-то женщиной, что-то крутите, здесь какими-то делами грязными занимаетесь, я не знаю, вычисляете странички своих бывших, их новых девушек, либо там деньги зарабатываете, что-то планируете. У вас с какой-то девчонкой на этой неделе движ Париж прям, вы что-то там напридумываете, вы такие, ааа, и вы прям загоритесь идеей. Так что у вас с деньгами-то, ну? Да нормально, пожезло, просто как будто вы будете недовольны денежными поступлениями. Потому что, смотрите, после этой карты у нас идёт это, двойка кубков. Любовная любовь на этой неделе. Так что всё, козероги, булочки свои расслабляем, наслаждаемся тем, что есть, пожинаем плоды, и занимаемся сексами своими грязными. Правильно-правильно? Вот так. Девы. Так, делаю. Те, кто в поиске, поздравлям бы, есть знакомство, обин лев-стрелец-мужчина, либо уже с ним чики-брикаетесь, общаетесь, ё-ку-карю. Но тут идёт, что вас он что-то будет раздражать, подбешивать своим поведением, отношением, какой-то, это, сервер шизофрения, шизофрения, как будто конкретику не даёт. Вроде люблю, вроде не люблю, вроде хочет отношения, вроде не хочет. Ты определись, что ты хочешь. Ёк-макарёк, правильно-правильно. Вот у вас будет такое же состояние. Ой, те, кто в паре, тут неплохо. Здесь вы чему-то будете учить партнёра, а он вас. Может, вы его будете переодевать, допустим, элементарно, да, а он вам будет там рассказывать историю, не знаю, девятнадцатого века. Вот что-то такое. Здесь какое-то обучение. Или типа, ты что, не знала, что можно машину вот так ставить? То есть здесь идёт, что мы друг от друга какой-то полезной информацией на этой неделе, да, подкрепляемся. Те, кто в ссоре, здесь пока двойственная ситуация. Я думаю, что через две недели всё должно разрешиться либо в плюс, либо в минус. Мне кажется, что конец. Но по пажу кубков там через две недели кто-то другой у вас. это привет, Андрей. В плане денег у вас это, Паш Мечей, что же, блядь, тут какая-то неприятная ситуация, как у козерогов. Если у козерогов они такие, ну хоть что-то, ладно, у вас вообще какой-то пиздец, какие-то конфликты, блядь, реально, вот тут вот скандальчики, неприятные какие-то новости, неожиданные повороты, вы рассчитывали на одно, теперь, блядь, говорят другое, что вас бесить будет, все в плане работы, учебы на этой неделе. Общим фоном опять идет у вас раздражитель какой-то. Какой-то король Мечей, либо военный, либо король Мечей, водолевесы, близнецы, вас будет учить жизни. Возможно, это ваш отец, либо какой-то взрослый мужчина. Здесь идет почему-то, что вас кто-то будет, вот, воспитывать, блядь. чему-то учить. Может, таки поссоретесь с каким-то старпером, я не знаю. Тельцы. Те, кто в паре, тут разбитое сердце, может быть, потому что ваш партнер в треугольничках, может быть, соответственно. Потому что здесь есть женщина, Овен Лев Стрелец. Это, кстати, для тех, кто в поиске есть знакомство с женщиной, да, может, кто-то подружку ищет. Ну, вот я не вижу знакомства с мужчиной, я вижу дружбу на этой неделе с кем-то у вас. Потому что общим фоном карта друзей. То есть, может, какие-то совместные мероприятия, либо реально знакомство с новыми людьми. Те, кто в паре, ну, вот я говорю, какие-то либо скандалы, блядь, что вот прям за душу, что-то обидные слова какие-то вам будут говорить, что-то неприятным будет. Те, кто в поиске, еще раз говорю, здесь есть знакомство и восьмерка мечей, вы, опять же таки, себя тельцы сажаете в какие-то рамки в плане, вот если он это сказал, я не хочу с ним общаться. Паре сурекубков. У вас есть, опять же таки, модель поведения, общения, но люди по-разному проявляют свои чувства. Вы должны это понимать. Понятное дело, что есть какие-то табу, да, за что мы не можем принять другого человека. Но здесь вы прям какие-то крайности то есть вот человек должен, блядь, знать, что к вам нужно вот так, блядь, подойти по какому-то шаблону. Но вы хотя бы ему его предъявите, блядь, чтобы он понимал, с чем имеет дело. Те, кто в ссоре, кстати, есть примирение и даже возобновление отношений, брака, семьи, четверг жезлов. В особенности у мужчин, женщина, именно Лев-Стрелец, опять же таки. Либо через женщину, именно Лев-Стрелец. Возможно, какая-то яркая особая такая петушня, девчонка, может помочь нам сказать, похуй, а давай поедем туда, где он, и вы едете и реально меритесь. С деньгами у вас лучше всех тельцы, у вас прям туз Пентакли, блядь, жопой жуй, так сказать, в любви говно, зато с деньгами заебись. Вот такое я люблю, вот такие гороскопы я сама принимаю. Ну, хоть тут там обосрались, давай, это в деньгах хорошо, чтобы было. Тоже договора, подписание, все успешно, удачно, вы крутые. Мне нечего добавить, что воду от меня ждет, сейчас разбежались, блядь, мои хорошие. Так, кто? Давай целевую. Любовь. Работный. Упсихон. Впере. Поиск. Псюль. Ой, те, кто в поиске, есть возобновления с кем-то, можете эту, либо с бывшими где-то пересечься, либо наткнуться на копию какого-то бывшего, либо бывшей своей. Вот потому, что у вас есть какой-то идеал человека в голове, и вы его реально встречаете, наслушались, да, аффирмации, блядь, этих, как они называются-то, саблиминалов, блядь, и вот сейчас вот говно к говну, да, банный лист, тянется к солнышку, там что? Да-да-да. Кого вот прям рисовали в голове, то вы должны встретить. Такая любовь должна быть на этой неделе. Если же вы такие пизда, страдальцы великие, жизнь тлен, мир тлен, все говно, то вот так же и проведете любовную сферу свою на этой неделе. Те, кто в ссоре, здесь дальше дебаты, здесь выяснение отношений, и пока не вижу принятия позиции друг друга. Те, кто в паре, тут все стабильно, и очень здорово, что вы мечтаете вместе. Мечтайте о будущем, чем больше вы мечтаете, тем больше вы этого реализуете. Вы прям какая-то... Здесь вот на этой неделе кто в паре смотрит, у вас какая-то очень хорошая комбинация парная, прям уникальная, типа редко такое бывает. Здорово, я вас поздравляю, здесь прям здорово, реально. В общем, фоном десятка мечей какой-то депрессничок из-за матери, либо из-за какой-то женщины, либо рак-скорпион, может быть еще подруга, либо жена. Вот какой-то депрессничок вас в комплексы какие-то загонят, либо триггерить будет. В плане тех, кто... Ну, в плане работы у вас шансы, уже огромное количество шансов и зависит просто от вашей активности. Чем вы активнее, тем больше у вас вероятность срубить куш. Нихуя себе, блядь, комиссия. Охуеть, блядь. У меня комиссия 500 рублей забирает, блядь. Это сколько получается? Обалдеть. 20-30% они у меня забирают. Пидорасы, блядь, я вообще в шоке. Блядь, извините за мой французский, но я вахваю. Как в этом мире сейчас деньги зарабатывать, блядь, я вообще не понимаю. Пиздец, просто какой-то. Овная. Ух ты. Поздравляю те, кто в паре. Если кто-то ждал очень долго сообщения от своего, там, партнера, партнерши, партнер, 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 получаете, наконец-то у вас все тут заебомба, солнышко вам улыбается, блядь, лицемерие отсутствует. Доверяйте, блядь, человечку своему, вас тут любят до жопы. А вот в плане денег у вас луна, конечно, да, пиздец, уявляйте, умеренность вам еще ждать и ждать каких-то кушев, каких-то ваших личностных успехов, роста. Может, вы сменили место работы, поэтому, да, или на учебе. Надо учиться, трабаниться в попу с преподавателями. Общим фоном есть мужчина, какой-то водолевистый близнецы, либо врач хороший, которому чуть-чуть денежек нужно будет дать на что-то, либо какой-то хороший специалист, либо знакомство водолевистый близнецы. Но тут идет вот этот мужчина, как для какого-то дела, в чем-то вам помочь, подсказать, направить. Вот такая тема тут. Те, кто в ссоре, либо вам напишут, либо вы напишите, но тут, блядь, неожиданный поворот, типа, ой, да, ладно, я тебя прощаю, я тоже тебя люблю, но у меня уже девушка или парень. Ну, такие, типа, блядь, чё наху? Или я тебя люблю, но встречаться я с тобой не хочу. Такие, шо, блядь? Или я тебя люблю, да, да, мы друзья, а потом человек все равно пропадает с вами не общается. Вы такие, шоу происходит? А те, кто в поиске, тут есть знакомства, причем огромное количество и как минимум одно с человеком, каким-то вашим идеалом. Я вас поздравляю. Либо продолжаете ля-лякать, общаться с человеком, все стабильно, лямуры, тужуры, признание в чувствах. Сидела. Стрельцы. Ой-ой-ой-ой. Те, кто в паре, поосторожнее, если вы в особенности недавно начали отношения, здесь почему-то идет лицемерие от вашего партнера, в том плане, что здесь какую-то иллюзию ваш партнер вам дает, либо иллюзию, что мы навсегда вместе, что мы поженимся, что мы будем жить вместе. Не надумывайте, смотрите правде в глаза, пожалуйста, иначе вы потом очень разочаруетесь. И здесь почему-то вы можете быть в браке хоть, блядь, сто лет. Здесь почему-то чувство у вас на уровне детей. Паш Жезл, Паш Кубков, точнее, либо вас держат совместно только ребенок, либо Паш Кубков это просто какой-то базис, там, ты сексуальная, ты красивая, но что-то глубокого я не вижу. По крайней мере, на этой неделе вот что-то такое. Может, вы поскандалили или поскандалите, поэтому так. Те, кто в поиске, вам кто-то напишет, признается в чувствах, а вы тут что-то будете вахуете, блядь, меня наебывают. Не знаю почему. Те, кто в ссоре, мужчинам не советую общаться с женщинами, мириться по императрице, здесь прям ЧСВ, здесь прям такая, он любит себя, блядь, и там очень много кто к этой женщине клеится, ну, типа она вас даже не заметит, вы как какая-то пешка, блядь, из толпы. Если мы говорим о вас, о женщинах, то именно по этой причине к вам не идет ваш мужчина или ваш друг-подруга считает, что у вас там все и так пиздатенько. Нет, жди сидеть, жди. Так, есть какая-то поездка насчет работы, может быть командировка, вас куда-то отправят, но вы как будто не хотите на это согласитесь. Куда-то ехать, что-то делать, блядь. Вот реально здесь идет, что вам скажут, да я тебе там денег заплачу, съезде, вы такие, ну, если за деньги, то поеду. Здесь идет какая-то неприятная поездка, но вы из нее поимеете выгоду. В плане работы, учебы. Может поедете там кому-то документы передавать, там познакомитесь с человеком, который вам права, блядь, делает. Ну вот что-то такое. Из вот такого формата, типа охуеть. Удачная встреча. Не просто так поехала. Общим фоном карты поражения идет отказ от чувств, либо от своего любимого дела. У кого-то развод. Здесь идет вот то, что то, что мне нравится, оно мне не приносит счастья больше. Я ненавижу эту жизнь, тоже какой-то депрессняк, блядь. Что с вами такое? Вам всем, блядь, заходите в телеграм, блядь, я вам скину таблетки успокоительные, сама пользуюсь, вообще я себя охуенно чувствую. Не надо, нахуй вы депрессируете, блядь. Нужно наслаждаться. Ребят, мире столько говна. Давайте радоваться, блядь, вон тому, что мы смотрим сериал. Вот я сейчас сниму вам видео, пойду смотреть эти, господи, четыре свадьбы, четыре свадьбы, ту-ту-ту-ту. Ну, не получается с ебакой с одним, или с телкой какой-то. Ну, блядь, зарегайтесь еще на сайтах, общайтесь дальше, ищите дальше. И все, найдете, рано-поздно найдете, я вам гарантирую, что вы все будете счастливы, все будет у вас так, как вы хотите. Вопрос только когда. А когда, это зависит уже от ваших телодвижений, блядь, мои хорошие. Если вы амебные, ну, принимайте там это, вам не принесут деньги, не скажут, о, мой господин, госпожа, блядь, крепостной право уже все, пристарлю отменили. Даже если вы там двурянских кровей, голубых, вот. Так что, давайте на релаксе. Ну, реально, чего вы пиздец страдаете? Пошли себе нахуй, вы прекрасны. Дальше. Кто у нас там дальше? Рыба? Ну, блядь, следующий пиздец страдальца, поехали, любовь. Ребет, ну, блядь, общий фон, парень, поиски. Сори, здесь выход из отношений, те, кто в паре, либо одиночество вдвоем на этой неделе. Причем такое, по шуту, типа, как будто вы где-то тусите, классное время проводите, возможно, мне просто показывают, что вы отдельно друг от друга будете находиться. Вы отдельно где-то там, блядь, шляетесь, и ваш партнер тоже, где-то там, блядь, классное время проводит. Те, кто в поиске, здесь, вот, знаете, вы что-то, блядь, какой-то гештальт не закрыли в прошлом, либо какого-то человека не забыли, а уже поперлись в счастливое будущее. Решите вот с этим вопрос, и потом вам уже будут давать нормальных мальчиков, девочек. Те, кто в ссоре, правосудие и шут. У вас одни старшерка, но у вас реально какая-то кармическая неделя. Вообще, блядь. У вас один единственный не старший аркан на деньги, пятерка пентаклей, как обычно все. Возможно стресс в плане денег учебы. В общем, вон он тоже умеренность. Неделя будет для вас идти, блядь, бесконечно долго. И с таким напором, особенно для мужчин, с таким напором стресса. Для женщин, вот, женщины тоже от чего-то отказываются, что-то их бесит, вообще хочу в дом, блядь, сидеть. Не хочу пить, не хочу курить, мне все заебало. Вот такое у вас будет состояние. Представляете? Те, кто в паре, реально тут одиночество вдвоем. И опять же таки, те, кто в ссоре, по правосудию и шуту, это возвращение может быть из прошлого человека. Если вы там, блядь, ритуалы, б-б-б-б-б-б-б-б, реально кто-то должен припереться. А если ни на кого ничего не делали, то тут по правосудию и шуту просто как будто этот дебил или дурочка вам лайки там поставит или напишет, о, привет, не чужие люди, блядь. У меня вот такой вот бывший долбоёб был. Раки. Ну, конечно, раки, блядь, их хоть куда ставь, у них все заебись. Людей у вас на этой неделе больше, блядь, чем вас самих. Вам ни вздохнуть, ни пернуть, мои хорошие. Если вы такие меланхолики-социофобные, блядь, ой, трэш, мне кажется, вот эта неделя вы такие, о май гад, пожалуйста, можно я побуду один или одна? Те, кто в ссоре, примирение есть. Туз кубков здесь любят друг друга люди. Те, кто в поиске, в особенности, кстати, с мужем примирение, те, кто в поиске, здесь есть рыбарак, скорпион, мужчина и овер, лев, стрелец. Поосторожнее, тут один из мужчин может быть либо в браке, либо встречаться с кем-то, либо что-то вам недорассказывать, либо хотеть с вами, ну, этих, как они, отношения, ну, платить вам, короче, я забыла, как это, не содержание, а партнерские, как-то там, потребительские, как-то они, блядь, называются, я забыла. У меня партнерские просто, нет? Ну, хуй с ним была. Я в таких не была, я не знаю. У меня все мужики-бабжи, извините, блядь, раки, дорогие и любимые, да? Те, кто в паре, что-то тут женщина будет скандалить, то есть если вы женщина, то вы тут будете ебать мозг своему дядьке, я не знаю зачем. Что-то вы такая, блядь, блядь, может, у вас гормоны шалят-то? Так все нормально. Дядька ваш будет все выдерживать. С таким вот лицом невозмутимости, блядь. На самом деле на этой неделе очень много изменений у вас. Возможно, встреча с друзьями из прошлого, либо постарайтесь не упустить какой-то приятный момент с мужчиной у козерог-девательец. Какой-то романтичный, приятный момент или встречу. В плане денег у вас все охуенно, в особенности у женщин, у мужчин тоже здорово, только мужчины вы как-то прям будете очень стрессовать, перенапрягаться на этой неделе. Вот так, блядь, будете хотеть домой, реально. Здесь очень много людей на этой неделе у вас, очень много. И водолевица-близнеца-женщина, и оверлик-стрелец-мужчина. Рыбарак-скорпион-мужчина, рыбарак-скорпион-женщина. Здесь прямо очень много людей. Скорпионы. Ой. Так, скорпионы, вот если с кем-то хотите помириться, не надо, потому что либо вы уже проебали момент, либо вас уже потеряли, потому что тут по десятке жезлов раньше надо было брать какую-то ответственность. И дьявол это, здесь гарант только сексуальное отношение, даже с другом подругой. То есть, либо какие-то выгодные, взаимовыгодные отношения. В плане работы у вас башня, провал, крушение, с деньгами не ладится, все идет не по плану, деньги куда-то улетают, карты блокируются, что-то очень херово все у вас. И общим фоном у вас будут воспоминания на этой неделе, больше идет эмоциональная часть у вас о прошлом, о том, как было раньше здорово или с кем-то. Но вы будете себе прям вот эти мысли, пошли они нахуй, но вам будет, потому что очень тяжело, что вы что-то упустили в этой жизни, вот что-то вы упустили. Либо какого-то человека, либо каких-то людей, либо какой-то шанс. Вот что-то вы упустили, и вы из-за этого будете пиздец страдать. Те, кто в паре, тут какие-то странные отношения, непонятные, хотя в них есть ответственность. Но непонятно, кто мы друг для друга. Вроде заботимся друг о друге, живем вместе, но ни к чему не идем. То есть, или там иногда спим вместе, ну вот вроде, а по факту ты что у нас? Или вроде любим друг друга, но ухаживать не ухаживаем, друг за другом, да, какой-то романтики нет. Возможно, сравнение партнера с кем-то, да, из прошлого. И те, кто в поиске, тут, здесь больше найти человека в качестве друга, а не партнера, партнерши. Здесь какие-то очень сложные люди, до которых вам еще нужно расти. У вас почему-то какие-то будут очень крутые ребята на этой неделе, девочки и мальчики, но почему-то вы еще не доросли до этого уровня, либо не умеете, не знаете, как общаться с такими людьми еще. Такие дела. Люблю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.